МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, телерадо-компанию Гомель, у студии працуя Светлана Князева. Глядите в этом выпуске. Рух празмост в Житковицком районе заборонен цалком. Выратовальники на каторах будут часовой до выражения ситуации переправлять ЖХРУ на другий берах. Бизнесмены будут выражать наболелые проблемы ЖХРУ. У Гомеля открывается школа «Социальный предприниматель». С любовью и пешотой деля життя. Шапочки и шкарпетки для немаулят вяжут в дельнице проекта 28 петлев. Уся справа у лайках. У регионе выбирают лепшого видеоблогера. А зараз об этом и иншим больше подробязанным. Больше 20 питаний уключено в парадок дня посяжение Совета Министров Союзной Державы. И оно проходит сегодня у Гомеля. У дельники обмеркует дальнейшее развитие Союза по многих напрямках. Планують разглядеть и два наибольшь цикавых для грамадян России и Беларуси пытания. Гэта формирование адзинамиграционной просторы и адмена роумингу на территории Союза. Усе подробязанности у наших вечерних выпусках. До инших тем. У Житковицком районе протягивается работа на мосте Прозраку-Прыпять. Нагадаем, напередодни на им были выявлены дефекты, які освещать об аварийном стане сбудовання. Усе обставины зараз высветляет областная комиссия по надзвичайных ситуациях, створенная у оперативным парадку. Як будет организованный рух на этом участку, нам по телефоне рассказал генеральный директор Руб Гомель-Аутодар Игорь Матвяцов. Мы только что получили предварительное заключение Билдорнии, организации, которая проводила обследование этого моста. Рекомендации такие, что закрывается полностью движение и транспорта, и пешеходов. То есть нам сейчас надо в оперативном порядке организовать доставку людей от берега на берег, между туровом и жидкостью. Ведутся сейчас подготовительные работы по обустройству наведения парома и переправе. То есть мы готовим плацдарм, военные должны завтра к вечеру приехать и наводить здесь на плавной мост. Зараз с Жидкоицкого района вертается наша здымочная группа. Глядите репортаж в наступных выпусках. Субботняя промая линия местовых органов УЛАДы протягивают свою работу. 9-го снежня можно будет звернуться до старшины областного совета депутатов Олега Леонидовича Борисенки. Звонков шакают с 9 до 12 годин по номеру 33-12-37. В этот час на совесть выйдет керавник справ Гомельска Гарбы Конкама Алексей Анатольевич Васюченко. Номер телефона 33-07-62. А сегодня мы пропонуем обмерковать тему будовництва и продажу жилья. Ей будет присвячен эфир программы «Диалог». На питание откажет генеральный директор Гомельского дома будовничного комбината Александр Гончаров. Глядите диалог на телеканале «Беларусь-Шатыры» сегодня у 19.01.20. Номер телефона у студии 34-20-43. У Гомеля открылась школа «Социальный предпринимательник». Целый год слухачи будут займаться по специально распространенной программе. Навышание бесплатное и будет проходить раз на тыдень. Что такое социальное предпринимательство и как стать удельником проекта, доведалась Марина Джалая. В Беларуси по коль нема такого законодавшего заматсованного понятия, як социальное предпринимство. В многих краинах этот инициативник развивается поспехово. Утым ликус – поддержка державы и предпринимательников. Першие кроки робят и у нас. Есть определенные признаки, по которым можно к социальному предпринимательству те или иные предприятия отнести. Это предприятия, которые решают прежде всего социальные проблемы. И их основная цель заключается не в том, чтобы достигать прибыль, а в том, чтобы решать как раз эти социальные проблемы. Это могут быть проблемы, связанные с трудоустройством людей с инвалидностью. Могут быть проблемы в помощи людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Либо это проблемы экологии и другие такие социальные проблемы. У некоторых городах заявляются нестандартные, вельми своечасовые социальные проекты. У Минску предпринимательница объединяла пожилых женщин, которые занимаются рукоделем и вяжут шкарпетки, и взяла на себя продаж выробов. С этой же серой проекта «Бабулен шоснок». Это композиция загородненной, которую не только тяжко вырастить, а ленья просто самостоянно продать. Альбо социальный бизнес, який собрал женщин, что находится в подшинку под оглядей за детяти. Для их организовали арт-простору. По кольцу с детьми займаются педагоги, мать вяжет, шить, вышивать и так далее. И все это потом продается в специальной краме. Цель школы – как раз таки обнажить эти проблемы, найти эти проблемы у нас в городе Гомель и попытаться найти неординарные способы решения этих проблем, еще при этом помочь людям заработать деньги на свое существование. До речи, школа даст махчимость уключить у группу навучания людей с обмежованными махчимостями. Например, в Германии создаются специальные школы. У нас такие школы создаются, типа мастерские для людей с инвалидностью. Они там что-то делают, какие-то заказы получают, какую-то денежку получают дополнительно на свои пенсии. У нас такие кружки действуют, но они на базе циона действуют, но они до такой степени развиты. То есть люди там занимаются, просто свой доступ как-то проводят. А чтобы вот так конкретно заниматься, такого пока еще нету. Таких мастерских нету. Но потихонечку, я думаю, что они появятся, мы никуда от этого не денемся. У проекте будут удельничать 30 команд. Это коля старший человек. Долучиться до его реализации может кожным. А кроме циковой бизнес-идеи, требует до конца Снежня достать ответную заявку на электронный адрес social.gomel.gmail.com Потом пройдет конкурсный отбор. Первые занятки запланованные на початок студения. Навучальная программа створена на основе сучасных замежных практик и включает в себя блоки семинаров, практичных тренингов, стажировки на базе предприемств и фирм-предприимальников. Самая интенсивная частка различена на три месяца. А кроме того, подчас навучения будет проходить конкурс бизнес-идеи, который выявит самые мощные и перспективные проекты. Они отримают гранты на развитие социального бизнеса. Марина Джала, Игорь Маришенко, телеродоакомпания А героини наступного сюжета не чекают от реализации своей идеи ніякой узнагороды. И навод слов подяки. Они вяжут шапочки и шкарпетки, какие малые навод лялечным пупсом, али у самый раз недоношенным немаулятам. Теплые оденья допомагают не затрашивать энергию на то, как согреться. Такие маленькие шерстяные речи складаны знайсти у продажи. Можно завязать их самим и укласти у них тепло своих рук и души. Вырошили девчины, вязальщицы клуба 28 петлев. Об шаровной силе вязаных цацак и оденья репортаж Натальи Капрыленко. Вот он 6 сантиметров, и это еще не самый маленький носочек, это уже для деток, которые родились больше кило 200. Самый маленький у нас 4 сантиметра. Три девчины под окном вяжут поздно вечерком. Жартуют про себя гомельские вязальщицы международного клуба 28 петлев. Так разом сбираться, как повязать, отримовывается вельми редко. Але вяжут речи и цацки для недоношенных немаулят саправды практически по ночах. Кали полягут уласные дети. Поколь у Гомеля три активных волонтера. Яны поспевают вязать и для гомельского педиатричного отделения выходживания недоношенных детей и отправляют свои выработки в Минске, в центре «Мать и Дитя». Легко, аккуратненько. Двумя спицами мы вяжем сразу две пары носочек. Две пары носочек у меня за полтора часа. Поэтому они одновременно вяжутся быстро, легко. И кажется, что ты вяжешь, такие маленькие ножки, и помимо тепла хочется свое сердце вложить, чтобы он поправился быстрее. Пять годов тому доброченный вязальный рух 28 петлев заявился в Казахстане и России. В этом году комплекты оденней и цацки для детей, которые заявились и на свет ранее термину и выходживаются у больницах, стали вязать по усею в Беларуси. Занимались более плотно менчане, девочки собирались, у них более оборот шел быстрее, но нас уже мы по постам в соцсетях увидели, поэтому мы решили, так сказать, присоединиться. Плюс очень большой этих вещей – это энергетика человека. Мы вяжем тогда, когда у нас есть свободное время, его у нас мало, и получаем большое удовольствие от вязания. У планах гомельских вязальщиц еще несколько доброченных проектов. Комплекты на выписку для детей из малозабеспеченных семью, первое оденнее и первое отцацкое у подарунок. Зараз девчонки шукают и жадающих охверовать гроши на пражу. Разместилась в магазине благотворительную коробочку, где люди могут оставлять комплекты связанные. Из этой коробочки при наличии можно взять пряжу вязальщицам и связать. Можно также у нас приобрести благотворительные изделия ремесленные. Деньги все будут пущены на пряжу, опять-таки, для новорожденных. У Рашихомельского педиатричного отделения для выхудживания недоношенных детей обшарованной силе вязаных цацок и оденья ведают не по шутках. Пронесенные волонтерами выраби специально опрацовывают и кладут малым уквез. Эффект сделая. Впервые осьминожку связала мама недоношенного ребенка в Дании в 2013 году. И врачи сначала не обратили внимания, а потом заметили, что ребенок стал спокойнее. Ребенок, когда находится в кювезе, и когда держит такие щупальца или листики морковки в руке, то ребенок уже не будет выхватывать этот зонт, не будет вырывать катетеры, будет более спокойный. Это напоминает попавину матери. Кроме этого носочки с грубой волны профилактика развития апноя, когда дитя перестает на некий час дыхать. Шерстинки казычут пяточки и не дают глубоко заснуть. А еще при гоже малой у яркой вопраце або с садской – лучшая поддержка в больничной атмосфере мамы, дитя которой народился ранее термину. Наталья Капрыленко, Михаил Рабков, телерадио «Компания Гомель». Блогеры и БРСМ разом веселей. У Гомеля з'явилась незвычайная академия «Блог-Оф». Это назва конкурса, який объявил областный комитет БРСМ. У дел им примают популярные и невельми блогеры Гомельщины. Как споборничают лидеры меркованию и тей уникальный рецепт, как стать зоркой интернета, доведались наши корреспонденты. Яны готовые выйти на улицу любую пару года и при любом надворье, ка внасти нечто такое, что зацекавить подписчиков. Гоноровое звание блогер обовязывая. Телефон, фотоаппарат, камера – тут все иде уход. И навыд, калеце бездымают для сюжета, параллельно треба вести уласную трансляцию и выканать головную задачу – побить попередний рекорд. 80 лайков на видео и 3000 просмотров. Есть фишка – упорная работа, хороший монтаж и идеальная команда. Стать саправдной зоркой интернета и показать себе усяму свету. У Гомеля выросшили организованно. В Белорусском Союзе молоди блогеров объеднали у конкурсе «Академия блогов». Первый этап пройшел под девизом «Гомельщина регион идей». Лепшие с досланных видеороликов разместили у социальных сетках. Основной целью для себя мы поставили, что не только выявить талантливую молодежь, но еще и обучить. Планируем, что победители этого конкурса будут отправлены в школу блогеров, которые у нас открываются в городе Гомеле. Обучение будет проходить порядка 4 месяцев. То есть мы дадим возможность молодым людям, которые хотели бы стать профессиональными блогерами, проявить себя во всей красе. Другие этапы уже больше складаны. Соправдная битва блогеров. Треба подрихтовать сюжеты на разные темы. Например, обновуцы творчестве або здоровым ладзе життя. И для этого мало только уласной думки. Блогерам пришлось записывать интервью. Чтобы за заданием финала, организаторы по культуре мают у сокрытия. Тему роликов огучать литерально перед початком опошнего этапа. Людям интересна своя жизнь. И жизнь других людей. То есть они хотят увидеть что-то новое, узнать о чем-то новом. Поэтому смотрят для начала видео. У каждого человека своя харизма. И в принципе он ей и может заинтересовать кого-либо. А в основном это просто случай. Самого креативного и красомонного блогера выберут шляхом интернет-голосования. По колькости лайков и рашением журы. Сирот призов от спонсоров – сучасные гаджеты, как заработать свой интернет-проект максимально якосным. Олеся Рудянкова, Вольга Холодович, телерадиокампания «Гомель» при поддержке агентства теленавинов. Скарбница традиций моих дядов. Майстри студии декоративно-прикладной творчести «Кудесница» представили выставу «Работ». Экспозиция разместилась у библиотецы филиале номер 8. На открытии побывала Аганна Корольчук. Майстерни декоративно-прикладной творчести «Кудесница» працюю при Палаце культуры чугунчника уже 4 года. Тут займаются 16 женщин, в основном работнице белорусской чугунки. Студия принимает отделы в разных выставах и фестивалях. При этом организуем майстер-классы для всех жадающих. Теперь особливо захопились с творением лялек. Сиротработ не только популярные сегодня ляльки у стиле тыльда, а леи традиционные славянские абереги – житняя баба, коза, подорожница. При творении лялек старались выкрастовывать натуральные материалы. Например, волосы робили зыльну, який достался у спадшину от бабули. Очень хочется заглянуть в тот бабушкин сундучок, чемоданчик. Мы вспоминаем всегда с теплом те вещи, которые мы видели. Это были вышитые рубахи, передники, связанные крючком салфетки, кружева, скатерти. И, конечно, захотелось воссоздать работы, которые в нашем белорусском национальном стиле. У нас все начиналось с маленьких обережков. Выработки выполнены в самых разных техниках. Отвязания до вышелки патерками, крыжом и атласными стужками. Кольор ниток и тканок так само традиционный, с певным значением. Червоный символизует жизнь и прихожость. Белый – частенью и духовность. Черный обозначает землю. Кожный элемент орнаменту несет в себе сакральный сенс и раскрывает певную идею. Наших протков узоры адлюстровывали почутки и надеи человека. Высобляли природные зъявы. Фрагменты рушников рукодельницы оформили у рамки, которые сейчас упрыгоживают сцену библиотеки филиалу номера 8, мемя Кирилы Туровского. У них столько работ. И в разных техниках, начиная от вышивки вязания, и до вышивки бисером, и вышивка лентами атласными. А тут еще новое их веяние. Вы посмотрите, какая чудесная. Вот сейчас куклы. Поэтому мы сотрудничаем давно. И у нас в этом году возникла такая партнерская отношение создать арт-студию такую и делать выставки. На открытии выставы для гостей подрыхтовали соправдные свята. Каб подкреслить белорусский колорит, организаторы сустракали наведвальника у национальных костюмах. После чего их чекало выступление юных музыков. Выстава будет працавать до 24-го Снежня. Гана Корольчук, Игар Марышченко, отеля Радоакампания «Гомель». Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by Далее в эфире «Спортивный огляд» с новинами спорта вас познайомит Максим Савин.